Учитывая это, полное засыпание деревьев произошло, и если мы днем будем ходить, вы только на некоторых яблонях, особенно колновидных, увидите листья до сих пор не опали. А все остальное в этом году успело уснуть вовремя. Это гарантируется качество черепов. Но качество черепов гарантируется еще и другим. Смотрите, что здесь написано. Видите, манчжурский абрикос. Отдельная тема, какого черта я его нарезал. Это отдельная тема. Для чего я вам это показываю, остальное покажу там. Вот здесь, кстати, экономия вот эту самую упаковку. Здесь еще и волочная вишня. Скажите, на чем-то люди волочная вишня еще в виде прививок. Ничего, ищенные мэрлы испытатели, ищенные мэрлы народные селекционеры пригодятся. Знаете, если на этой волочной вишне была привит персик, персик погиб или жив. Я показывал, половина погибла, половина жива. Но гены персиков уже вот тут. Ничем на персик не стало волочной вишне похоже. Но плавистали чисто сладкие. Вот, доказательства. Сколько у меня гостей. Так, теперь, значит, смотрите сюда. Обращаю ваше внимание. Видите? Обрезаны не тут. Как бы это показать-то? Обрезаны не тут. То есть ветки взяты не вот эта часть. Вот она еще где-то ей, ну, сантиметров 40-50 она. А, отрезана от самого основания. А вот это выброшено. Вот это принцип. Дерем в начале. Там, то, что я говорил, первый класс, второй класс и третий класс, это мы потом. Это особый разговор. Вот, с каких, получается, неубиваемых... О, слово вспомнил. Я их называю неубиваемые сады. Нет, руками можно убить, как принято у нас. А природа уже не убьет. Вот. Вот. А сейчас другая градация. То есть, если взять вот эту часть, ну, здесь есть покороче которые, вот, например, это не от него отрезано. Это все отрезано было от основания. И этот длинный, и этот короткий. Но я его использую в данном случае условно, гипотетически. Как будто это был целый. Вот. Как будто я разрезал. Вот эту, с этой части вам сделают прививку. Я потом покажу в саду. Я черенки получаю. А надо брать вот эту часть. Вот это, поймите, как бы неудобно говорить взрослым людям, зарубите на носу. Но, как с садовыми ночками, я говорю, зарубите на носу. Вот это выбрасывается. Если это вот здесь отрезано было от ветки основной, значит полноценная. А если она, верхняя часть вот этой ветки, специально так показываю, вот это выбрасывается, вот это остается. От нее вот самая ценная часть, потом вот это, вот это. Это тоже выбрасывается. Просто, когда я буду высылать, мне стыдно высылать вот такой. Меня не поймут. Вот. Но я же параллельно учу, то есть высылаю максимальной длины, с надеждой, что вот эта часть будет выкинута клиентам. Просто длинная, это значит более товарный вид. Понятно, да? Вот. Итак, получается, что большинство питомников, я уже говорил, дальше идет, потом на месте покажу, пока святая, крайняя пополая. За это время я вам хочу лишний раз напомнить, о чем речь идет. Питомник вырежет почку эту, 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 эту. Это неважно, в данном случае речь не о сливе, а не о вишне, не любой вид. Вот. И каждую почку пустит дело. А я вам потом покажу, что уже на месте. Буду подводить каждому дереву. А у меня что интересно, чем хорошо. Вот это мной привито, вот этим я горжусь. А это тоже мной привито. А веточка-то из посылки. Я вам покажу, что сразу получается, потому что всегда и все мне присылают верхушки. Кроме, называю там, фамилию Латинкова, да, у меня отлично пошли его эти самые сорта. Вот. Раньше это был Чернышев. Вот. По-моему, и все. Мараховская Москва. Все. Закончилось это. Список закончился. Вот череши мне, это, почти незамерзающую в Сорокинскую прислали с Волги. Ну вот как бы отозвался тот, кто ее прислал. Вот. Благодарю мне, наверное, но надо же тогда. Не было компьютера, не было связи. Ну, не знаю, не помню. А жаль. Он в этом году наелся черешни. Черешни Бондара и черешни этой самой Сорокинской. Кстати, черешни тоже. И некуда было мне деваться. Знаете, это самое. Я когда, я вам сейчас объясню еще, это чисто моральный слег. Я, например, вот она черешня. Сейчас, чтобы видели, что я не голословен. Не голословен, не голословен. Ага, вот она черешня. Это все, что я срезал. Жалко, неимоверно жалко. Вот видите, написано, Сорокинская. Вот. Я всегда относился к садоводам в двойственном плане. То есть наши и прочие. Не чужие, но прочие. Почему? Когда я выписывал черенки незнакомым людям. Свои-свои. Обмен там, дружба, поцелуи. А вот когда человек незнакомый или чужой, я всегда писал, почему мне прислали черенки охотно. Я писал волшебную фразу. Пришлите, пожалуйста, самое лучшее. Я плачу любые деньги. Цену назначаете вы. И никто цену не загибал, кстати, но прислали охотно. Сейчас я отказал уже сотни. Уже второй сотни отказываю. Потому что это же все гибель дерева. А когда человек примерно такую же фразу написал в письме, я не смог устоять. Потому что это наш человек. Я ему нарезал. Вот это черешни трех сортов. Самые неубиваемые в мире. Самые северные. Самые морозостойкие. Я сейчас мог бы срезать их штук 500 и все продать. Я бы заработал 50 тысяч рублей. Я снова гляжу. Я бы заработал 50 тысяч рублей на 500 черенках только черешни. Вон они. Я их сколько раз показывал. Ветки отборные, отличные. Деревья-то молодые. Но я этого не делал. Вот все, что я срезал. Все. Больше ничего не будет. Почему? Занимайтесь. Сами. Если мне с Волги прислали, по-моему, то ли с Нижнего Новгорода, то ли с Великого Новгорода. Если оттуда прислали, что вы там без черешни-то сидите. Ну, не стыдно. Человек пишет, 40-летнее дерево. Черенки прислал отличные. Значит, еще и приросты дают. Вот. И 40 лет у некоего Сорокина. Она плоду носила. Ее назвали Сорокин. Ну, вот что, Волга-то. Теперь от меня из Сибири ждете, когда я в Сорокинскую пришлю. Пришлю только одному человеку. Так. Разговорился. И так, значит, сейчас вы убедились. Так, кстати, чтобы опять меня... Как? Да вот кончики нарезал. Ну-ка, глядите. Кончики я нарезал. Это не ради этой съемки. Я вначале нарезал, потом плюнул. Думаю, вот уж рассвет. Я успею вам это все рассказать. Кончики я нарезал или нет? Видите? Вот это и есть настоящее. Я на этих кончиках так наплакался, что сейчас пойду в сад и буду вам про эти кончики рассказывать. Вот. Вот это и все, что я отправлю до недели. Сколько я тут заработаю? Если тут 100 штук. 10 тысяч рублей. Я разбогателю. Вот, считай, сколько я тратил денег. Я не разбогателю. Только свою верну. Так, ну вот. Теперь одеваемся. Вот он рассвет. И вот, еще 20 минут подожду. И псад. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...